С течением времени в образовательных учреждениях меняется методика преподавания и воспитания, меняются и сами дети. Благодаря проекту «Театр плюс школа. Точка роста» один из методов работы с детьми снова возрождается. Это театральная педагогика. Театральная педагогика позволяет изменить процесс вовлечения ребенка в получение знаний, сделать его увлекательным, не насильственным, не диктующим, а сделать его увлекательным, сделать так, чтобы ребенок захотел получать знания. Особыми приемами воспитания с участниками творческого семинара поделились театральные педагоги Татьяна Климова и Михаил Быков. Мы привыкли, что звучит человек – существо социальное. Это стало общим штампом. А что значит социальное? А нас нет без другого человека. Мы открываем себя, только отражаясь в глазах близких, любящих людей. И вот эти связи, они не выстраиваются в голове умозрительно. Мы не можем только по социальным сетям выстроить контакт. Мы должны их опробовать. И, собственно говоря, вот это пространство проб в истории культуры – это театр. Чтобы погрузить детей в такое пространство, сначала преподавателю необходимо опробовать его на себе, как и сделала начинающий педагог Нурана Гарибова. Самые интересные были тренинги, потому что в них открываешь себя и что-то новое о себе узнаешь, то есть о своем организме, о своей психике, о каких-то своих особенностях, которые, может, раньше не замечал. Проект «Театр плюс школа «Точка роста» проходит при поддержке Фонда российской культуры, Министерства культуры и Союза женщин России. Карельское региональное отделение последнего было партнером в Петрозаводске. Семинар длился три дня, но это только начало. С программой организаторы в ближайшее время планируют посетить Калининград и Выборг. После состоится итоговый вебинар, а уже осенью совместно с Театром кукол – практическая встреча в Петрозаводске. Николай Соболев, Сергей Беляев, Служба новостей. Продолжение следует...